...которые произошли с 1-го числа для того, чтобы вам, вашим читателям, нашим гражданам было понятно, в связи с чем было произведено повышение тарифов и как это отразится, и что это вообще будет значить для нашего населения. Необходимость повышения регулированных тарифов на перевозке обусловлена теми процессами экономики, которые нам всем известны, и которые привели к значительному росту цен по сравнению с 2022 годом, на топливо, которое возросло буквально на 26%, на шины, на запчасти. Также очень многие, мы читали те данные, которые ваши читатели выкладывают, интересовались вопросом многие горожане, а почему же тогда поднимается стоимость на электротранспорт, ведь вроде как говорим исключительно сейчас про топливо, это какие-то запчасти и агрегаты для автомобильного транспорта, для понимания шины для троллейбуса, стоимость которых возросла в 1,7 раз, запасные части для электродвигателей и транспорта на от 13 до 26% контактного провода, на 43 металлоиздителей для ремонта от 13 до 74%. Это очень значительные цифры для предприятий, практически неподъемные. Все это не позволяет муниципальным нашим предприятиям конкурировать на рынке и поддерживать на уровне оказания услуг по перевозке наших пассажиров. Справочно хочу отметить, что прошлое повышение стоимости было в 2022 году. В настоящее время по предложению наших муниципальных предприятий был проведен анализ тех данных, которые они нам предоставили, и разработан вариант двухэтапного изменения цены на проезд на маршрутах, работающих по регулированным тарифам. Это в первую очередь, которая стартовала с 1 октября, изменение тарифа на разовую поездку и на проездные билеты, и тарифное меню на проездные, и пересадочный тариф с 1 января 2024 года. Из основного, что хотелось бы отметить, тариф, теперь у нас, как и в прошлом году, дифференцированный, составляет 28 рублей при оплате по безналичному расчету, это банковская карта, либо транспортная карта, либо системы бесконтактной NFC оплаты, и 30 рублей при оплате за наличные денежные средства. Также нашим пассажирам предложено произвести выбор вида билета дополнительно, и именно для студентов и пенсионеров у нас предложено на два вида транспорта, и на три вида транспорта, и для школьников на один вид транспорта, и на два вида транспорта. Сохранена действующая дополнительная мера социальной поддержки, которая установлена решением Смоленского городского совета, отдельным категориям федеральных и региональных льготников. Таким образом, мы попытались войти в положение как для наших пассажиров, так и для наших муниципальных предприятий, которые должны, по нашему мнению, стоять в авангарде наших перевозок в городе Смоленске, и представлять все-таки самого качественного и лучшего перевозчика. В дальнейшем я готова, наверное, ответить на ваши вопросы в целом, если они какие-то есть, и они явно есть, для того, чтобы уже более конкретно и детально мы могли проработать каждый из интересующих вопросов. Не очень поняла. С 1 января какое еще повышение представит второй этап? Души. Души. Души.